Грузка печи на закваске без дрожжей, на хмельевой закваске из настоящей пшеничной муки и на настоящей колодезной воде. С чего начинается у нас выпечка, я думаю все поверхностно знают, она начинается с приготовления опары. Для опары нам нужна вода, чистая вода, мука, мед и закваска. Так, мы будем готовить довольно большую партию, исходя из 10 литров воды. Вода комнатной температура должна быть или можно сразу холодную, как вы ее искалывается, беретесь? Чтобы не сбиться, вода должна быть теплая, не горячая, но хорошо теплая. Комнатная или... Нет, 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 она должна быть теплая, где-то градусов 40 где-то. То есть она уже почти такая, почти горячая. Руку в ней можно держать, но довольно теплая. Когда вы ее нальете в емкость, она будет либо из нержавейки, либо эмалированная кастрюля. Она там остынет, потому что у нее металл возьмет в себя тепло, она остынет. Потом, когда вы будете добавлять мед, он будет, скорее всего, холодный, это понятно. Тоже вода немножко остынет. То есть в конце концов у вас получится такая тепленькая опара. Следующий этап, в эту воду мы добавляем мед. Меда где-то у нас будет порядка килограмм. Килограмм, кило, двести, за 10 литров воды это достаточное количество. А мед какой? Цветочный, гречишный? Мед любой. Просто у вас будет хлеб, если будет разный мед добавлять, будут разные припусы меда. Он может быть цветочный, вот мы добавляем сейчас разнотравья. Может быть весенний, осенний, гречишный, вересковый, какой угодно. Главное, чтобы не рапсовый. Почему? Потому, что весь рапс у нас искусственный, он выведен нашими любимыми всеми учеными. Селекционный вид расти, это как борщевик. То есть его сейчас это дешевое такое сырье, его... То есть это самый дешевый, самый вредный мед получается из рапса. Как отличить, что рапс? Что? Как отличить, что рапсовый мед? Рапс, рапсовый мед, он практически белый, не имеет никакого запаха. Это классический рапсовый мед. И на вкус его ешь, у него слабоумрежный вкус, такой практически как сахар ты ешь. Почему мы используем цельнозерновую муку на каменных жерновах? Потому, что только каменные жернова могут... Они не размалывают в труху все зерно. Они сохраняют природную его структуру и размалывают волокна. То есть сохраняют всю полезность муки. Даже белая мука, которая, если брать такую мельницу, она в разы полезнее, чем мука, которая смолота на обычных мельницах. Вот эти баки не по сколько литров? Это кастрюли обычные. Это кастрюли трех ведерных по 30 литров. Их, кстати, очень удобно использовать. Мне больше даже нравятся, чем из нержавейки. Они лучше держат температуру. Добавляем муку. Муки у нас уйдет на вот эти 10 литров где-то около 8 килограмм. Можете, кому интересно, можете вставать и смотреть по консистенции, что получается. Потому что это тоже очень важно, чтобы вы воочию убедились, что получилось. Когда вы все перемешиваете, у вас получится однородная масса. По консистенции где-то, как редкая сметана она будет напоминать, или густая ряженка. Комочки есть, ничего страшного, да? Комочков нет, комочков не должно быть. Сейчас они есть, еще немного, пока мы не размешали. Но в конце... Все тщательно размешали. И добавляем закваску. Что касается закваски. Перед тем, как мы соберемся печь хлеб, за полтора часа, или за час, ее нужно достать из холодильника, или из подвала, закваску, перемешать и поставить в теплое место. На батарее куда-то, или в остывающую духовку, чтобы там было градусов 50. Либо на печь, на кирпич. Чтобы она у нас разогрелась. Немного нагрелась. Не до горячего состояния. А до где-то градусов 30. Чтобы там заработали эти кисломолочные... Не кисломолочные, а кислые бактерии, которые заквашивают хлеб. Чтобы они активизировались. Закваска увеличится в размере. Появятся пузырьки по всей поверхности. Это говорит о том, что закваска заработала. И такую закваску мы добавляем... Добавляем в опару. Вот у нас прошло 2 часа. Или 3. И у нас подошла опара. Да. Сейчас более меньше, но кажется, по размеру больше. А емкость здесь та же самая. Тот же самый объем. Она повыше завязана ковиде. Эффективенция такая. Такая же, как там. Просто здесь вода внизу, а пузырьки поднялись вверх. То есть все пол такой пузырьки, как структура пористая получится. И увеличится в объеме где-то в полтора раза. Запоминай. Начинаем процесс замеса непосредственно теста. Да, лучше мы воспользуемся тестомесом. Вы можете взять его в руки. Там все равно тестом даже ничего страшного, что руки грязные. Все помыли специально. А можно покушать? Покушать? Да, в принципе, можно. Я когда готовлю хлеб, дети постоянно выедят тесто. Не доступно использовать бересту. Дай чаще. Дай последний момент. Дам. Итим дам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok То есть раз в неделю можно печь хлеб, потом его всю неделю кушать. Такой хлеб замечательно хранится неделю и даже две недели, то есть через две недели он становится конечно жестковатый, но не черстый как сухарь, он не покрывается плесенью. Да, у нас сколько, месяца два сухари получались, в течении месяца он затвердевел. Да, да, то есть через две недели его можно резать ножом. Вот у нас было, когда мы остались без хлеба, но мы поначалу вообще ходили к дыхе, ошарашенные нашей пекарней. У нас оставалось там какое-то количество хлеба, я со своей семьей, мы его ели. Мы его ели, у нас остался с какого-то праздника, по-моему, мы положили за него там в уголку и забыли, в уголке. И потом где-то через неделю, вот только нашли, ему было уже где-то больше двух недель. Я его достал в можно, где-то неспокойно, ну неспокойно, с усилием, но разрезал обычным ножом. Всё, в таком виде у нас хлеб будет подходить в течение где-то, я думаю, часа. За час до выпечки налаживать, да? За час до выпечки? Где-то да. Вот вы не будете за час до выпечки его накладывать, вы будете накладывать тогда, когда оно подойдёт. Не, ну понятно. То есть оно не будет ждать час до выпечки, полтора, то есть вам нужно подгонять печь под хлеб, а не хлеб под печь. Потому что процесс, процесс растопки печи вы можете контролировать кое-как. То есть вы уже будете примерно знать. Главное, чтобы он тоже не перестал. Я думаю, надо. Так, вообще у меня ещё для таких дел всегда фонарик. Сейчас мы фонариками. Сейчас мы фонариками. Сейчас мы фонариками. Саином. Аккира. Тамара. То есть вы можете немного энергии. Аккира. И если надо, это Par girls. Я хочу focused-то karaokeres по всему. Так. А эти, маленькие, там склады, сейчас у нас такие. Которые меньше масла, понятно, они пропекаются быстрее. Постоянно нужно за хлебом следить, то есть каждые 10 минут. Ого, да, вот это вот такое, что мне говорили. Подгорели? Да, но они нет, они еще не подгорели, но... Начинают. Да, прошло 10 минут, они у нас вот так подгорят. Такой сигарет будет не через 30, да? Ну не через 30, но хотя бы через 27. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok